но тут вот что-то действительно на спусках в горах короче на крутых этих виражах асфальта нет гравейка с двадцаточкой тут будет подыматься по дому чине нам весело а то что не меньше двадцатки будет так это факт все и опять асфальт я-то думаю что его уложили вернее укладывали рыбачок бегает по бережку без комментариев но почему-то подозреваю что его просто смывает вот мне так кажется звонили только что за лечу как дела где едешь я говорю где-то здесь 65 километров осталось горит хорошо давай даю вот и природа изменилась только что на очередную горку чуть залез что-то мозга не хватило ее заснять такую же по гравейке свечкой вверх вот как там мы спускались точно также сейчас пришлось подняться и и сразу же видеться как в другой мир попали ну наверно ненадолго березки все дела тут грибочки ягодки должны быть сейчас опять выйти ну как такую за степи в лес сразу так резко опять выезжаем потому что опять заедем в общем лес тут есть при желании найти можно нажимаем здесь идти сосны там монголия ой 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 а вот до чего доводят гонки по данным местам и данным дорогам тут же местные носятся мне так моя там никого нету это уже он там давно на этой крыше отдыхает ну уж посмотрите какие тут дороги спуски повороты летят навстречу ладно по центру летят так интересно думаю что я сдвигаться буду а так как чтобы вот тут то вот нормально особенно тут заказа каменском этом районе а туда вот сразу как ехал так то особенно вот ночью вчера вечером а муско было пусть ты едешь если получается у ну как бы пусть надо ехать по центру что если идти по своей полосе полностью ну вот получается вот как вот так здесь слева только здесь ну просто это на текло что-то тут прикатана а там все тупо асфальт заканчивается короче тут двух полоска там скажем так полтора полоска получается и все и вот так вот как я сейчас летят навстречу по центру думать я вообще он туда он в обочину буду прятаться а шанс короче когда уже приближается понимает что прятаться в обочине я не собираюсь немножко железнее тогда уже начинают уходить правее а скорость то никто же не сбрасывает и только дым стоит этот не дым пыль столбом понесся уже по кровейке чуть-чуть колесо там чё зацепила куда-нибудь и все и ты выйти к там кукурузе в этой не знаю чем люди думают я-то убираюсь свою сторону то есть иду как потихонечку получается как только с ними надо разминаться потихоньку потому что правая сторона идет уже тупо по обочине левая по асфальту а он несется по центру думать я вообще полностью ему уеду чтобы он как фраер мог совсем по центру ехать а и потом только дым стоит жигули там еще шумность подпрыгивает в этих ямах вот один походу долетался не все я за всех не говорю но как-то вот замечено такое чё тут можете эти и под мухой ездить чё тут господи я пока еще ни одного гайца тут не встретил может ты гаишника на весь район вот а здесь спуск у нас асфальтированный прошло назад на тех свечках будет интересно подымемся куда мы денемся окруженная подымется летит к нему он чуть не положил на бок дедушка сидит а вот не весь не полностью асфальта тоже видите подъем но этот еще не такой как свечка предыдущий тот еще круче был этот такой более пологий это так ерунда вот наверное началась гравейка километров 40 40 километров не осталось ну за каменска и пошла гравейка асфальт кончится какая гравейка не хуже того асфальта те же 60 едешь 50 60 она только началась пылищу подымает за собой как пыль у вас тайм а его 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 так тут что-то судя по всему опять что-то интересное какой-то поворот разворот 9 процентный спуск наверно надо тормозить заранее о данному наш туда вниз нужно вот ты тоже перевал с восьмеркой на покрове очки а когда дочь пойдет кризис у раски и снег просто сказка да как красиво да гляньте дверяки соединяются я так понял слияние двух рек думал до конца будет асфальт нет все равно чуть-чуть но не трагично не трагично она я сухо будет мокро будет не очень хорошо хотя в общем то она тут укатана может может я тут делаю на ремонт дороге написано и что и что дальше какой-то кран чё-то поднимает единственный проезд закрыт что дальше что дальше дальше будем ждать без вариантов ну что он до вечера тут будет укладывать нет и вон там будем заезжать на этот мост не так сильно посмотрим посмотрим ой какой пыльный и чё такой пыльный совсем а сейчас еще больше пыльный будет а был бы дождь был бы совсем грязный короче и грязь и пыль полный бой комплект недолго 15 минут постояли ребята все что надо уложили вы видите даже не опуская стрелы назад сдает а поедем на базе краза да помню чуть как раз по моему поехали мостик сваривают раз пацаны поедете не спешите раз мы проедем дальше будем сейчас пыль поднимать надо было маленький пропусти сейчас сзади поставлять как там будет весело за мной тут пыль хватать но не виновата я даже обогнать это же приблизиться как-то надо не видно нифига мы сейчас тоже так переключаем переключил на забор воздуха с кабины ух ты какая горка впереди интересная а нет нам на эту горку не надо я думаю мы сюда правее поедем вот тут тоже не менее интересная горка и не разгонишься давай давай милая нельзя буксовать ехать надо тащит тащит куда она денется камни такие а ты несешься фу напылил тока редиска задник так даже не видно фар не видно в пыли ежик в тумане где говорит моя лошадка не а пока пускай забор воздуха остается из кабины иначе я тут супы к себе сюда в кабину прихвачу уже хороший такой был а интересный такой перевальчик давайте обгоняйте обгоняйте я уже потихоньку еду хватит там уже сзади пыль глотать доска стиральная началась испортилась гравейка вазик на томских номерах поехал в Монголию едут гости что ли а тут как в грузии пойдем вдоль хребта внизу река свитка вода зеленая чистая чистая прозрачная прозрачная тут наверное змеи какие змеи говорит кобры не это не змеи имел ввиду как антифорель водится может хариус какой нибудь тут такая заводь а потом порог вот здесь наверно рыбки ох тут смотрите какая вон там на бережку да какая красотень палатку удочку спиннинг донки и дорогу получше ну 16 уже сейчас где-то должен показаться на горизонте с горы будем как илья муромит смотреть нет не с этой горы может быть вон стой добро пожаловать за каменск здрасте так ну еще три километра подведем небольшие как по итоги гравейки только восемь километров если не считать всех там идти подъемом где асфальта нет там от 200 до 500 метров вот так только 8 километров сюда остальную дорогу асфальт ну асфальт вы сами видели какой в основном такой подгулявшим едешь 40 50 60 как когда у меня получилось вот даже тпс есть заправлять гости у меня получилось вот четыре часа я ехал 180 километров ну откинем там 15 минут там постоял на мостике на этом ехал не спеша потихонечку щадящим так сказать режиме резюмируем если очень надо и цель оправдывая средства то ехать можно конечно если на этих подъемов пойдет снег там будет скользко да даже может быть и дождь то там может может ты не поднимешься не знаю назад-то жены пойдем в жен это поднимется в любом случае ну вот если снег то однозначно там особенно на этих двух перевальщиках шансов что там она поднимется в снег нет никаких так в общем ничего страшного ну надо закладывать получается здесь четыре часа и там наверно еще часа три до центральной трассы и там полтора короче грубо берем рабочий день надо на этот участок закладывать если пройти от Улан-Удэ в Унсулатус с утра до вечера вот Нурта поворот направо это на границу с Монголией если ехать а меня ведут прямо через километр на границу с Монголией нам не надо потому что даже грузовики то и не пропускают потому что легковые границы же закрыты в принципе по идее нам остался километр если все как будет как планируется то мы сегодня загрузимся увяжемся здесь переночуем смотреть по времени сейчас за два часа закидает может назад вернуть туда до этого руснефти может нет посмотрим не будем тут загадывать думать что тут как ну звонили ждут ждут через 800 метров мы должны прибыть в конечный пункт такая была как в самом Закаменске дорога смотрите как чистенькая здесь аккуратненько так красиво приятно Закаменск город для счастливых людей никто не спорит на эту тему вот 450 метров где-то тут сейчас с первого захода не попаду ну значит будем звонить вы прибудете в конечный пункт через 100 метров наверно вот это вот с левой стороны куплю орех наверно сейчас я позвоню все мы приехали точно туда куда нужно огонь сейчас будем раскрывать бок будем грузиться брусом ну вот примерно наверное вот таким вообще брус у них находится вот там тут парнишка говорит ну надо говорит туда заехать дорогу сейчас покажу ну как дорогу вон он брус лежит вот надо говорит вот туда заехать я говорю ага ну еще может быть вот здесь вот как то вот по этому вот объезду и то короче я говорю я даже пробовать не буду смотрите тут перекаты какие ну еще а с другой стороны а потом туда как а надо задом ну здесь то это понятно поэтому болоту в любом случае никак а толкать надо задом ее чтоб потом выехать а здесь вот что короче говоря не я даже пробовать не буду однозначно еще может быть каким то образом я ее пустую туда и запихаю а назад груженую ломать здесь прицеп пополам переламывать на этих перекатах машину в эти ямы не парни завели там камаз свой они сейчас камаза загружать загружать будут и мне сюда вывозить и вот там где я стою меня будут грузить я грудь не я даже пробовать не буду 12 лямов сцепка стоит она и так молодец держится мы на крепость испытываем всякими интересными дорогами там карьер какой-то походу а монголия то если вот так вот по этой дороге ехать и прямо чик 20 километров по монгольская граница то есть и через город вот расчехляемся сегодня загрузимся и скорее всего здесь ночевать останемся да и скорее всего останемся чего куда-то ехать на ночь времени вагон завтра за день спокойно заедем до улан-дэ сегодня не спеша загрузимся увяжемся чтоб все было очень чинарем не 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 это вариант даже исключен тут такие бугры такие ямы поломать машину пополам сломать особенно назад выезжаю пойду потихонечку будем бочину раскрывать разомнемся маленько вот так привозят на камазе загружают 238 брусов будет нормально хороший брусов ну вот последнюю пачку укладывают 4 5 и там получится 6 целых и седьмой не целый ряд двадцатка тонн вот так 8 и 1 14 плюс грубо 4 даже наверно 18 тонн не будет что мне тут накладных написали а здесь вес не указали это мне до улан-дэ доехать ну я хрен его знает конечно можно было еще тонну пригрузить спереди ну пойдет вот так вот получается 238 штук 4 ряда по 15 60 спереди 6 рядов по 15 90 сзади и получается сколько 75 и 13 88 вот здесь нормально если бы я знал в принципе вот эти 13 пи которые сверху их еще можно было бы по идее даже на первый борт положить может мне так и сделать столкнуть их а оно мне надо 8 и одна на вторую там поедешь может еще солярки немного баки зальешь а ну так то по идее если бы сюда столкнуть 8 так 13 на 8 тонну ну как раз было бы ладно пойдет нормально все сейчас осталось это все счастье увязать потихоньку не спеша под уже темнеет но ничего страшного а там вот это карьер это вольфранда бывает я спросил тут вот это вот гора вот это вот вся говорит она вся в туннелях там говорит до 400 километров туннелей представляете вольфрамовый карьер ну тоже говорит не очень хорошо вот потом посмотрим может в город чисто в центр просто пройдемся просто прогуляться рада уже будет темно но просто какой красавчик да все пойдем работать увязываться зачехляться пока еще видно до темна успеем в общем как то так получилось шесть пять и там пять шестнадцать ремней я думаю никуда они не денутся эти брусы высота небольшая что могут чуть-чуть может быть вперед поехать не дай бог резкое торможение но не у нас запас есть зачехляемся собираемся пойдем может это какую кафешку найдем что-нибудь кушаем все здесь бомж пакеты не разводить ну если нет значит нет все ладно надо пока еще что-то видно собраться помыться и потом развлекаться шел 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 и вот пришел налево пойдешь под знак грузовым попадешь на право пойдешь дома жилые куда дальше идти в потемках я не знаю что тут написано постановление президиум межгосударственного союза городов героев о присвоении городу Закаменску почетного знания город трудовой доблести и славы вот так за выдающие заслуги перед отечеством мужество массовым трудовой героизм проявленным жителям города Закаменск в борьбе с фашистскими захватчиками и знаменование семидесятилетия окончания второй мировой войны присвоит городу Закаменску почетное международное звание город трудовой доблести и славы 7 апреля 2015 год мне вот этот то что меня здесь грузил парнишка говорит что во время войны каждый третий танк вот вольфрам здесь добывали каждый третий танк это из вольфрама который добывался здесь в Закаменске вот причины ему не верить я не вижу в общем так то наверное все тогда на сегодня братцы я не знаю что здесь больше ну дома дома что дома в потемках было бы светло еще хотя бы можно было походить так пойду вот там вроде бы впереди я видел какую-то нож с вилкой нарисован был ну в гугле пойду может найду какую поздную еще что-нибудь а нет так здесь вот за светофором там большой магазин есть на обратном пути зайду там колбаски уже надо взять водички туда-сюда пойдем отдыхать время восьмое час не свет не зря поднялся завтра тоже с рассветом думаю участка в 7 стартанул так что всем спасибо за внимание пошли мы ложку с вилкой искать вилка м облакан в в в в в в в в в Субтитры подогнал «Симон»